До сих пор без одежки. И это при том, что земля уже подмерзает, а снег вот-вот уляжется вместо асфальта. Ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Чите заметно затянулся. О причинах и сколько еще горожанам терпеть неудобства в материале Екатерины Вершининой. До 2024 года дороги Забайкалья должны стать безопасными и качественными. Это поручение президента наш регион выполняет второй год и пока со скрипом. Чиновники, вы чем вообще занимаетесь на своем рабочем месте? Почему у вас дороги в центре города все в ужасном состоянии? В таком состоянии они с июля улицы города вдоль и поперек перекопали разума, а вот привести их в нормативное состояние подрядчики не могут до сих пор. Почти середина октября в Чите из 17 улиц в ремонте. В эксплуатацию введены только 5. Да, работы большие, конечно, проводятся во многих районах, но, опять же, контроль за подрядчиками и на то, в каком они уровне делают эти дороги, тоже оставляет желать лучшего. На недоделке перед основной сдачей объекта подрядчикам указывают специальные комиссии. Высота бордюра примерно должна быть 15 сантиметров от асфальта. Тут она больше 15. Это уже нарушение на 20 сантиметров. Разные по уровню бордюрные камни, жесткие переходы перед зебрами, провалы на дороге, не спиленные ветки. Элементарно основные требования по ГОСТу дорожники не выполнили. В целом, с трудом, как и в прошлом году, даются работы. Очень низкое качество подрядчиков у нас в Баркальском крае, к сожалению, поэтому много огрех. Объекты принимаются со сложностями, предъявляются претензии подрядчикам, штрафуются они для того, чтобы возместить плохо выполненные работы. Уже ясно, что по некоторым объектам идет явное отставание от графика. А так, больше месяца выглядит одна из центральных улиц города Амурска. Здесь не работают светофоры, переходы и, собственно, пешеходам приходится самим договариваться с водителем, чтобы перейти через дорогу. Приступить прямо сейчас к ремонту той же Амурской подрядчики не могут. Не все работы здесь еще завершили ресурсники. Это, кстати, одна из причин отставания по нацпроекту. При составлении еще весной календарных графиков было принято решение, что снабжающая организация на совместных с Минстроем объектах работать завершает. И уже после к окладке у свальтового полотна приступают дорожники. Но ресурсники продолжают копать. Конечно, будем отрабатывать с ресурсниками. То есть будем также составлять графики, опережающие графики, чтобы ресурсники заходили уже на те объекты, которые мы будем выполнять в 2021 году. В первую очередь заходили на эти объекты, а потом на те объекты, где у нас не будет производиться работа в рамках нацпроекта. Отставание от графика связывает еще и с погодными условиями. В июле, август и сентябрь все нормы по осадкам были достаточно превышены. По июлю превышены были на 42%, по августу на 74% и на 45% по сентябрю. Соответственно, как я уже говорил, мы в целях недопущения срывов по качеству, проливные дожди не давали выполнять работу по укладке асфальтобетона. В итоге, Забайкалье по сравнению с другими регионами на сегодня остается с очень скромными показателями. Выделенные на национальный проект безопасной и качественной дороги, средства из федерального бюджета освоены по лимиту лишь на 50%. И тем не менее, министр ответственной за дороги Алексей Гончаров выразил надежду, что до конца октября все работы будут завершены. Ну а качество дорожного полотна проверится со временем. Екатерина Вершинина, Георгий Новожилов, Вести, Чита.